Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Post-Human War. Это у нас стратегия, так что я думаю стоит посмотреть. Приветствуем! Добро пожаловать в мир Post-Human War. Прежде чем перейти к сути, а именно выносу врагов, позвольте кратко поведать о текущем положении дел. На дворе 3053 год и люди вымерли 71 год назад. Да, звучит довольно печально, но что делать? Но поверьте, это не значит, что повеселиться уже нельзя. Видите ли, до катастрофы люди жили в огромных автоматизированных городах. И там все еще осталось немало роботов, которые моют, стирают, чинят, готовят. Ну, не для кого, по привычке. Но в последнее время страны и существа начали нападать на города, захватывая ценности и уничтожая все остальное. Для роботов защита людского населения – первейший приоритет. Поэтому домашняя техника организовалась в боевые отряды. Так на свет появились Airpatch – роботы, протекторы, архитектуры и труда человечества. Кстати говоря, у меня тут доклады о вторжении в Новый Роттердам. Защитникам не помешает стратег. Пора за дело. Ну что же, давайте глянем. Играю я, новичок. Кликните на юнита, чтобы выбрать его. Кликните, чтобы переместить его на подсвеченную клетку. Это кто вообще такой? Повар. Так, ладно, камерой мы поуправляли. Хорошо. Что дальше? Переместите юнитов через подсвеченную клетку. Так, ну, давай сделаем. Ага. В этой области можно перемещаться и атаковать на одном ходу. Так, сюда, понятно. В этой области можно перемещаться, но атаковать нельзя. Ну, это в принципе понятно. Есть, видимо, радиус атаки. Когда все юниты сыграли, закончите ход. Завершаем. Теперь играют вандалы. Ну, ладно, пускай они играют. Это кто у нас такой? Медведь, что ли, полярный? Хе-хе-хе, бедный пиндвиненок. Так, что у нас? Сюда пройти надо, да? Сделаем. Очень хорошо. Атакуйте разрушенное препятствие, чтобы пройти дальше. А кто? Здесь можно увидеть дальность атаки юнита. Ага, 8. Понятно. Он символизирует дистанцию атаки в клетках. Наведите себе на другие значения, чтобы узнать, чему они соответствуют. Ага, скорость. Это максимальное число клеток. Понятно. Это защита. 5. Ну, а это сила. Это урон у нас. Ну, а наверху у нас хп. В принципе, все понятно. На каком языке он там бормочет, а? Повар. Слушайте, я не могу атаковать сейчас пока ничего. Давайте-ка мы вот так сделаем. Пропустим ход. Бей, а он разбил. Так, я опять играю. Почему меня назвали новичком, когда я Рэй, а? Ну-ка, сможешь атаковать? Опять, что ли, тебе не хватает, елки-палки? Да, ребят, не хватает. Придется еще подождать. Я еще раз повторю, ребят, сейчас в данный момент мы с вами проходим обучение по этой игре. Я, естественно, жду от вас каких-нибудь комментариев. Естественно, по поводу этой игры. Стоит ли мне ее играть или нет? Ну, такая, мне кажется, игра на любителя. Ну, для любителей жанра стратегии, я думаю, понравится. Потому что она такая необычная. Ну что вы не можете ничего уничтожить-то, елки-палки, а? Роботы. Почему мне не дали дальников? Он может лично стрелять, а я не могу почему-то. У меня только ближний бой. Не все препятствия разрушаемы. Ага. Большая часть преград блокирует выстрелы дальнобойных юнитов. Даже так? Ага. Ну, давай тогда поближе к этому медведю. Я просто боюсь, что у меня судара заколбасит. Рэдди. Какой ты француз, что ли, елки-палки. Так, ход пятый у нас. О-оу, тихо. Братиша, ты что делаешь-то? Ну-ка. Давай, разделочная доска. Нет, не уничтожили. Биополяр. Так, 25 хп у него осталось. Я думаю, сейчас ему будет крышка этому медвежонку. С каким-то пятном на спине. С черепком. Татуировку, что ли, тебе набило там? А почему вы и нет, а? От этой игры можно все, что угодно ожидать. Ну, давай, 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 доколбаси у него. Угу. Невозможно, потому что мой юнит слишком много шел, и у него не хватало очков для атаки. Ну все, теперь точно добьем. Ага. Готов, огурец. Вандал, ваш чемпион мертв. Новичок угрожает вандалам. Еще б я не угрожал. Так, отлично. Все довольно легко и просто. Продолжаем. Нравится вкус победы? Не теряйте бдительности. Противник был всего один. Хотя выглядел он жутко. Не находите? Вот и настал черед говорить о стронтах. Исчезнув, человечество оставило Землю не в лучшем состоянии. Огромные мусорные свалки буквально сличились химотходами. В этой неблагоприятной среде и возникли стронты. Новый разумный вид с дикой скоростью. Эволюционировавшись благодаря радиации и некоторым художественным допущениям. У стронтов маленькие хрупкие тела. Но они могут вселяться в других зверей и контролировать их как паразиты. Они даже могут запускать новые мутации. Стронты жили уже во времена людей. Но поскольку они обитали в крысах на токсичных свалках, их не особо любили. Так они и скрывались глубоко в горах мусора. И когда человечеству пришел конец, стронты смогли перестать прятаться и вышли в дивный новый мир. Но сразу после этого они серьезно поспорили между собой и раскололись на две фракции. Враксов и антропитов. Враксы все еще не забыли горе, которое натерпелись от людей. И сейчас захватив крупных и сильных животных, они могут отомстить. Их цель уничтожить все города и вернуть планету дикой природе. Враксы быстрые, свирепые и очень злые. Скоро увидите все своими глазами. Поскольку враксы нуждаются в нашей помощи на миссии позачистки, медлить некогда. Горы мусора уже ждут. Так что, ребята, у нас здесь с вами не одна фракция, а целых получается три. Так, ну что ж, давайте бронебоксерша поставим куда-нибудь на поле. Вот сюда. Этот юнин в слоте ваш чемпион. Если он умрет, вы проиграете матч. Противник не будет знать, кто ваш чемпион, но и его чемпиона вы не будете знать. Ага, понятно. Нажать и затащить. Все. Так, подтвердить выбор, что это якобы мой чемпион надо, да, сделать? Так, интересно. Биполяр. Коапульта. Коапульта. Так, что такое у нас? Коапульта. Так, биполяр. Летяк. Я так понимаю, это летающий у нас юнит. Теперь давайте, наверное, биполяра поставим куда-нибудь. Хе-хе-хе-хе. Так. Все, шикарно. У нас еще очков хватает. Да, хватает, ребята. Мы можем с вами поставить вот так вот. И летуна, наверное, да, мы с вами поставим. Летяга, точнее. Сюда. Все. Теперь подтверждаем все это дело. Играет новичок. То есть я. Так, ну ладно. Вот лагерь противника. Чемпион прячется где-то среди его юнитов. Убийство вражеского чемпиона сразу же дарует вам победу. В общем, нам нужно найти ихнего чемпиона. Здесь показана спецспособность юнита. Полет. Может перелетать препятствия и вражеских юнитов. Ага. Его могут атаковать только летуны и стрелки. Например, летающие юниты могут двигаться сквозь такие клетки. У некоторых клеток есть особые эффекты. Вот это замедляет пеших юнитов. Ага. Это типа как грязи, да? Мы не можем пройти спокойно. Наведи курсор на клетку, чтобы получить информацию о ней. Горячая каразийная лужа. Сверхагрессивная местность. Ага. А если будет стоять юнит, он теряет 30 хп в начале своего хода. Все понятно, в принципе, мне. Ладно. Давайте тогда мы сделаем вот так вот. Наверное, полетим вот сюда, в обход. Хотя можно было и скоротить путь. Эта кнопка отменяет последнее действие. Пригодится. Ну, конечно, пригодится. Так, боксер, давай, пошел в грязь. Другого хода у тебя нету. Так, медведь тоже сюда. Это у нас стрелки, я так понимаю. Раз они колопульты называются. Давай, 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 лети. Так, пропускаем ход. Играет мятежник теперь. Ну, и что вы себе представляете? Это, знаете что, бабуины, по-моему. Обезьяны, да? И я не ошибаюсь. Ха, с таким луком здоровым бегает. И какой-то, я не знаю, лазучик там у него, черненький. Опять мой ход. Кликните правой кнопкой мыши, чтобы увидеть характеристики юнита. Да, значит, неприкасаемая. У ворот от снарядов. Красный цвет показывает область атаки юнита. Оранжевый цвет показывает возможную область после атаки движения. Так, уничтожьте армию противника. Ну-ка. Ух ты, хорошо. На-ка, получи. Давай бомби, бомби, бомби этого бабуинина. Блин, выжил гаденыш, а. Ну-ка, боксер. Блин, а ему не пройти, эти коробки мешаются. Сможешь ударить? Нет, нифига. Эй, еле ходит. Ну, что ты заплакал? Вот так вот, получил. Давай, боксер. Так, а ты сможешь у меня стреляться? Нет. Давайте тогда вот сюда их на передовую выдвинем. На оленях, причем какие-то коалы на оленях. И ход переходит к мятежникам. Ага, бабуины получили урон, так как находятся в зеленой жиже. А это агрессивная сфера. Ну, горилла, ты за это ответишь, что стрельнула в моего летуна. Так, ну-ка, давай, новичок, устроим им здесь. Отдалить камеру можно колесиком мыши. Ну, это я все и так знаю, не надо мне вот эти вот подсказки элементарные рассказывать. Билл, не добили. А вот теперь добили. Это препятствие сбойницей. Так, понятно. Только стрелки могут атаковать сквозь него. Ясно. Уничтожаем эти преграды все. Ого. Так, у него, ребята, кстати, я понял. Бабл хук. Бабл хук. Бабл хук. Ну все, сейчас я тебе устрою. Айгон и килл ее. Ну-ка. Вот так вот. Шикарно. Отдыхает, браток, вы смотрите. Так, давай, медведь, иди. И у нас остался что? Только лишь горилла и какой-то хмыть там. Такой, знаете, похож чем-то на ассасина. Ну, я думаю, он здесь долго не проживет. Так, ну что, летуны? Давайте атаковать гориллу. Местим за то, что он у нас выстрелил. Ах, черт, не могу атаковать. Не хватает очков для хода. Блин. И олени. А, ну все, ребята, понял. Он же тут стоит за бойницей. Поэтому его нужно обходить сбоку. А, ладно, потерпим. Я думаю, мы с вами ходик один. Давай, иди сюда. Hit me up. Такой, да? Он напоминает мне броненосца. Точно, ребята, это как броненосец у нас. Так. Опачки. И довольный, да? Подбил мне летуна и радостный был. Все. Крышка тебе. Ай, елки-палки. И этого не можем. Да что ж такое-то? Ну-ка. Вот и другой разговор. Получи. На 25. Минус. Мю-ю. Двадцатничек. Минуса нули. Так, ну-ка. Отсюда должно хватить. Тюнь. Готова, горилла, ребята. Только шмотки остались. Смотрите-ка. Мятежник. Ваш чемпион мертв. Новичок разбирает мятежника. На кусочки просто разрывает. Даже не нужно было того хмыря трогать, оказывается. Спросите, что это за сумасшедшие обезьяны посвечались вам только что? Ну, как можно догадаться, это была другая фракция астронтов. Антропиты. Помните? Они там разошлись во мнениях. Как раз антропиты решили, что помимо мести есть занятия и поважнения. Некогда лелеять детские обиды. Антропиты намерены построить свою цивилизацию. Во многом на основе людской. Потому что зачем придумывать все с нуля? По большей части они паразитируют на приматах. И используют все, что осталось от человечества. Культуру, города, одежду и даже энергетические напитки. Поэтому-то у них напряженные отношения с дальними врагскими родственниками, которых видят в этом предательство идеалов. А врагцы не в восторге от предательства идеалов. Притом, Эр Патч охочется на всех паразитов. Без разбора, конечно. С их перспективы неважно, уничтожаешь ты людские города или захватываешь их. Разницы нет, это все равно запрещено. Роботы проводят заблаговременные чистки за пределами городов, чтобы истребить врагцев и антропитов. И ваша последняя задача, таким образом, это вывести антропита из леса. Куда его загнала армия Эр Патч. Удачи, все рассчитывают на вас. Ух, ну и расторторились они. Так, ребята, этот юнит наверняка будет полезен. Не забудьте перетащить его на поле боя. Что это за юнит у нас такой, а? Напоминание, выберите чемпиона. Ага, да, я понял. Кто это у нас? Мусортира. Ниши, ша себе, мусортира. Так, Ронин. Анархвост. Носач, Ронин, носач. Ну, пускай будет он у нас чемпионом. Так. Неприкасаемая. Ага. Так. Стрелки нам нужны будут здесь. Кстати, ребят, мы сейчас играем как раз за этих приматоподобных паразитов. Don't hurt me. Ты меня не увидишь. Ты меня не тронешь. Так, все. Как там у нас запас ресурсов? Тут даже какой-то есть, ребят. Смотрите-ка. Да. А, на карту нужно поместить чемпиона, оказывается. Ну, давай, вот сюда его поставим. Все. Так, ну, как обычно, подсказки и заметки. Выберите этого юнита. У некоторых юнитов есть спецспособности. Когда мортир атакует, урон приходится, короче, очень много клеток он уничтожает. И желательно не находиться под обстрелом. Хе-хе. У этого, к примеру, есть атака по площади, что позволяет наносить урон сразу по всей области действия. Применить ее на этих разрушаемых препятствиях. Ага, какие-то грибы здесь у нас, да? Ну, а как? А как бомбануть? Он же не достает, елки-палки. У него радиус маленький, а? Так. Может быть, единственное, что нам остается, это передвинуть ее чуть-чуть поближе? Если только так сделать. Ну, давайте вот сюда ее передвинем. Так, а ты у меня пойдешь сюда. Да, ронины. Фига, он, смотрите, у него в руках меч. И хвостом он держит еще один меч. Так, кто у нас тут? Угнетатели. А угнетатели это роботы, получается, да? Хе, что там за пылесосы еще? Улитки какие-то. Так, плотный кустарник. Ну, они там бьют какие-то грибы. Ладно, сейчас-то мы сможем бомбануть? Да, вполне. Оп. Бух. Они туда мусор забрасывают. Они мусором стреляют, ребят. Прикольно анимация сделана. Ну-ка, бомбанем. Сделали мы это дело. Кандайл. Шигар вону. Так, а это что там такое? Ага, это наш тотем. Видимо, его здесь тоже уничтожат. Мы проиграем. Эти там все так и будут бомбить, а? Дурачки. Ладно, пускай стоят. Главное, что мы ходим с вами. Давай-ка еще раз бомбанем. Вот. Вот так вот как-то. Я даже не знаю. Бум. Ту-ду. На поле боя иногда можно найти сундуки с ресурсами. Переместите одного юнита на клетку с сундуком, чтобы захватить его. Это я люблю. Слушайте, а вот такое ощущение, что он невидимкой становится. Видите, он какой-то вскрытый. Так, лучник. Ай, мешает гриб. Найн-найн-найн. Это уже какой-то немецкий язык. Уча. Май блейдс. Мой меч. Мой меч готов. Пропускаем ход. Так, ну это улитка-то будет нападать или нет? Ох ты, смотри, что пылесос делает. Ту-ни, улитка. Звезда рет. Так, все, ребята, они меня разозлили. Я не намерен в свою сторону терпеть такие оскорбления. Сейчас они получат по полной программе. Так, ну-ка. Не достаем. Никто не может достать. Хорошо. Лучник. Нет, не может. А если мы сюда его? Так. Ты забирай у меня сундучок. Наличие запасов ресурсов позволяет активировать техники ресурсов. Это что еще такое? Открываем. Некоторые такие техники могут улучшать характеристики юнита. Стероиды. Добавляет 10 к атаке. К следующей. К следующей атаке 10. Короче, добавляет урона. Короче, он тут у меня. Супер-боец становится. А другие позволяют создавать препятствия в зависимости от выбранного юнита. Стена из банок. Создать абсолютное препятствие. С 40 хпшками. Его можно еще и усилить. Короче, для этого нам нужны флюконы, которыми нам нужно запасаться. Лишними они никогда не будут. Так отображается запас ресурсов каждого игрока. Ага, 70 флюконов у меня на данный момент. Повысьте силу юнитов, чтобы разрушить вражеский тотем. Мы это обязательно сделаем. Так. Чух. Вау. Плюс 10 к атаке. Это хорошо. Чук. На 25. Нормуль. Сама. Иди сюда, сама. Получи, железяка. Так, у него еще 35 хп. Блин, а эта штука не может проехать. Грибы не дают, к сожалению. Черт, а почему он не может стрелять, куда я ему сказал? Обязательно должен бить во врага. Кстати, знаете, что мне напоминает эта игра? Одну игру, которая называется Pit People. Если кто не знает или не видел, можете посмотреть. У меня есть у нее обзоры. Кстати, надо бы как-то в нее поиграть. Давненько я ее не трогал. Так, ну что. Во время своего хода вы можете раскрыть своего чемпиона противнику до конца игры. А зачем мне это интересно, ребята, делать? Ну-ка, давайте дальше читать. Раскройте вашего чемпиона врагу. А, юнит получит. Ёлки-палки. Нифига себе он там ю... Характеристики чемпиона получат серьезный прирост. Но имейте в виду, что он станет главной мишенью. Раскрываем. Да, я хочу. Ты посмотри. Ух ты. Новичок раскрывает своего чемпиона. Хе-хе, Ронин Носач. Ну и что вы теперь будете делать? Все за ним охотятся, да? Ну, я так полагаю, да. Если вам остро требуются ресурсы во время игры, вы можете перерабатывать своих юнитов. Охренеть. Лучше не придумаешь. Юнит будет уничтожен, а вы получите часть, затраченную на его покупку ресурсов. Обалдеть, это я буду своих же юнитов уничтожать ради этих флюконов. Да ну нафиг, оно мне не нужно в данный момент. Может быть в дальнейшем, конечно. Вторжение. Юниты за вражескими линиями также получают прибавку к силе. Вот даже как. Хорошо, это только мне в плюс. Давайте-ка уничтожать, наверное, тотем. Уж сильно он меня нервирует. Блин, я этот пылесос не могу атаковать пока, потому что он стоит за преградой. Так, мы с вами можем вот так вот сделать. Смотрите, я прикроюсь, чтобы в меня... А кто тут меня будет стрелять? Хотя пылесос-то, он же стрелок. Так, давайте эти грибы, наверное, с вами... Да, уничтожим. Хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что он пройдет, даже уничтожив их все. Так, пропускаем ход. Ну что вы, угнетатели, будете делать? Ага, ну конечно же, конечно же, все будут атаковать моего чемпиона. В принципе, я почему-то в этом и не сомневался. Так, ладно, давайте уничтожать, наверное, тотемчик. Здесь он не нужен. Так, бери. Достаешь? Достаешь, молодец. Сколько получаем? Упс. Ага, 25 флюпоинтов. Отлично. Ну что, пылесос, получи свое. Ого, нехило мы бомбанули сейчас. Че, мы еще можем атаковать, что ли? Точно. На 40. Отлично. А этот уже почему-то не может. Да что ты будешь делать? Блин, горилла, нам, наверное, придется выходить с тобой. Так дело не пойдет. Он прячется, и ничего мы сделать не можем. Ну и тотему, как мы видим, тоже осталось там жить. Шиш да не шиш, а? Блин, вот это прикольно, мне нравится, да? Мусор обозвука. Сделан из какого-то хлама. И стреляет она мусором. Сзади там баллон с горючим. Блин, в общем, все как нормально так. Анимация мне нравится, как сделано здесь. Единственное бы еще перевод бы сюда бы. Этих фраз, диалогов было бы вообще шикарно. Ну что, давайте, наверное, добьем тотем. 85 хп у него, как мы видим. Ну а сколько ты бомбанешь? 60. Добили. И что теперь? Угнетатели, ваш тотем уничтожен. Юниты будут терять 15 хп за ход. Юниты в той армии, где разрушен тотем, начнут терять здоровье на каждом ходу. Защищайте свой тотем, как и чемпиона. Все понятно. Пропустите несколько хатов, чтобы увидеть результат. Да я это пропущу. Но для начала и вот этот вот пылесос забомблю. Ага. Есть контакт. Давай, Ронин, в атаку. Да я понял, что твой меч. Твой меч, у тебя все нормально с ним. Ага, вот оно что. Пылесос, ну ты меня достал. Эти улитки там долго будут эти грибы колбасить? Походу долго. Они, наверное, сдохнут быстрее от этого. От того, что у них нет тотема. Чик-чик. Минус 55. И развалилась железяка. Слушайте, ну мы не будем их уничтожать. Они сами, наверное, погибнут. Потому что через эту армию грибов, я думаю, мы будем в вечность пробираться. Так, давайте сразу еще пропустим ход. Ну-ка. Чпок. Все. Бинго, ребята. Наша победа. Угнетатели. Их чемпион мертв. Ну что же, ребята. Как вы поняли, мы с вами прошли обучение в игре Post Human War. Ну и на этой ноте я буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Вы пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть дальше продолжение. И что к чему тут у нас выйдет. Все будет учтено. Ну а на этом все. Всем пока. И до новых видосиков. Удачи вам.